Здравствуйте! В студии Андрей Горгуленко. Мы продолжаем цикл передач за кадром, который посвящен 15-летию нашего канала. И сегодня мне выпало жеребий быть ведущим. И гостями у меня будут в моем первом спик-шоу сразу два метра. Это Михаил Перепелкин, бессменный ведущий программы «Город. История. События». И Николай Епифанов, один из лучших операторов города Самара. Вот так вот скажу. Ну, что могу сказать? Пару слов про наших гостей. Человек, который все знает об истории Самары. И человек, который знает практически всех в этой Самаре. Потому что на какую бы съемку мы ни поехали, всегда какие-то знакомые есть у Николая. Он здоровается, общается. Вот с такими гостями сегодня предстоит беседовать. Ну и я, Андрей Горгуленко, ведущий, корреспондент, журналист. Шесть лет на этом телеканале. Первый вопрос Михаилу Перепелкину. Он у нас профессор, преподаватель литературы в Самарском университете на филологическом факультете, который сейчас теперь факультет филологии и журналистики. Вот. И первый вопрос. Как вот так получилось, что оказались связаны в вашем лице литература и история Самары? Откуда пошло это увлечение? И самый, конечно, главный вопрос. Как это увлечение вылилось в такую длительную передачу на нашем канале? Значит, ну тут несколько моментов. Во-первых, оказались связаны они, наверное, потому что я с детства не мог определиться, чем именно я хочу заниматься. Я занимался поэтому всем подряд и думал, что если я не могу выбрать дело, может, дело меня выберет. Ну, дел много, да, и на самом деле я сюда пришел не только из университета, пришел и из других мест, из музея, где работаю там больше 25 лет, и из журналистики, которой занимался и так далее, и так далее. Ну, какие-то дела уходят, как бы ты сделал там что-то, да, хорошее или плохое, и дело уходит. Ну, вот это дело осталось на 15 лет, потому что пока на 15 лет я пришел сюда, когда канала еще не было, канал только создавался, канал задумывался, и мы снимали первые передачи. И меня жена спрашивала, ты вообще куда ходишь? Потому что я куда-то уходил и говорил, на съемки, на какие съемки, по телевизору ничего не было, были другие каналы, поэтому, в общем, анекдотическая была такая ситуация. Ну, через полгода канал, наконец, появился, и те съемки, вот они, как бы, стали явными. Вот, поэтому пришел, потому что было интересно, и потому что остается интересно, и вот канал открывает мне какие-то новые вещи, вот поэтому он, как бы, да, как бы и случился. Может быть, помните, о чем были самые первые выпуски программы, и, может быть, они самые запоминающиеся, или, может быть, какой-то другой выпуск программы, вот он остался вот в памяти? Ну, самые первые выпуски программы, я помню прекрасно, о чем они были, и помню, где я ходил, и про что я рассказывал, но они, наверное, были про то, как я не умел работать на телевидении, вот если так, одним словом, да, потому что я, конечно, видел до сих пор все, что происходит на телевидении, вот с той стороны экрана, за кадром, но только с другой стороны, да, и мне казалось, что что такое ведущий? Это вот какие-то красивые слова, ты неспешно произносишь, а фон, он там сам как-то организуется, никто там лишний не ходит, и так далее, и так далее. Ну, все оказалось, что совсем не так, что это большая работа, серьезная, и не только ведущего, это работа оператора, которого ты должен понимать и слышать, и иногда понимать с полуфразы, с полуслова, это большая работа режиссера монтажа, это большая работа водителя, который тебя привез вообще вот туда или не туда, ну, и большая слаженная работа вот всего коллектива. Я это понимал, наверное, в течение года или полутора лет, и вот когда, ну, наконец, немножко понял, я стал рассказывать вот о том, о чем я рассказываю. От этого ходить учился, там, жестикулировать и все остальное. Ну, вот как раз вот о совместной работе операторы помогают вот создавать такие программы, и они на съемочном, непосредственно, на съемочной площадке, я считаю, одни из важных, одни из самых важнейших людей. И вот если соединять работу оператора и дебют, о чем мы сегодня говорим. Николай, как вы дебютировали в телевидении, и почему вот именно за камерой? Ну, это очень давно было, скажем так, и благодаря людям, которые сейчас работают на этом телеканале конкретно, я пришел в профессию. То есть, благодаря Елене Борисовне Орловой и Константину Владимировичу Киселеву. То есть, это было очень-очень давно, и, в принципе, эти люди меня ввели в профессию оператора. Кстати, Владимир Владимирович меня учил, и Елена Борисовна посматривала на меня, то есть, ну, как, на желторотого юнца, и, то есть, смотрела, подойдет этот человек или не подойдет. Но, в конце концов, подошел, и вот уже 27 лет, как я работаю телеоператором. И последние вот 4 года уже будет, вот в апреле, как я работаю на телеканале «Самара Гиз». Ну, вот тоже, может быть, из дебюта что-то самое запоминающееся, какая-то вот одна из самых первых съемок, ну, которая вот прям стала чем-то прорывной. Да, я ее помню, да, эту съемку. Мы работали с Леонидом Ваксиным, и это была первая съемка, нас стажеров повезли в какой-то колледж, не помню точно. Тогда мы работали еще на супер-ВХС-камерах, это вставлялись большие кассеты, вот. И я умудрился наснимать на одной съемке что-то в районе двух с половиной часов. Бедные режиссеры сказали, нафига нам этот парень, а зачем он так много снял? А я боялся, что я все-таки что-то не снял, что-то вот недоснимал, что-то вот недоувидел в конце концов. Но потом со временем, конечно, опыт приходил, 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 и уже не нужно было снимать такое количество времени. И уже, да, а с приходом цифры вообще все изменилось абсолютно. Ну, то есть, сейчас снять два с половиной часа, это не так уж и страшно. Единственное, что... Можно я вот про этого парня скажу одну сразу? Мне повезло с Николаем снять несколько программ, уже десяток программ в общей сложности сняли. Ну, не знаю, сколько. И вот этот вот парень отличается тем, что он знает, о чем он снимает. Я снимал со многими операторами, снимаю со многими операторами. Я им благодарен, потому что они меня тоже учили очень многим вещам. Ну, кому-то достаточно сказать, там, вот мы снимаем там пять стендапов. И этим как бы заканчивается объяснение ведущего оператора. Когда мы едем с Николаем на съемки, он говорит, о чем передача? Ему важно понять, про что мы будем снимать, какое-то создать настроение. Кто будет нашим героем, какая эпоха. Мне вот это вот очень важно, когда человек вникает, потому что вот программа эта особенная. Мы снимаем в 2022 году, но мы снимаем про 1902 год. И как в 2022 показать 1902? Надо что-то увидеть, надо что-то заметить. Где-то надо хулиганить, где-то надо обратить внимание. Так что вот этот парень понимает, про что он снимает, это очень ценно. Ну, я думаю, что все операторы, которые работают с Михаилом, у каждого свой личный, прям вот отдельно. Можно прям вот увидеть, что это снимал, к примеру, Сережа Баскин. Это снимал Коля Сидоров. Это снимал Гриш Пешаков. Максим Гусев. Это снимал Максим Гусев. Это снимал Костя Головин. У каждого свой стиль, однозначно. И просто вот, да, мы не похожи друг на друга. И по картинке даже иногда смотришь у другого оператора, блин, а у него интереснее снято. А он тебя посмотрит, классно ты сделал. Вот, ну, очень сложно найти вот ту и какую-то середину, да, и понять, что типа там все снимают там одинаково. Не бывает такого. Каждый снимает по-своему. Ну, я зрителям признаюсь, вот когда я смотрю свою программу там, или отсматриваю не смонтированную, или отсматриваю уже в телевизоре, конечно, я не смотрю не то, что я там говорю. Я это знаю, я это писал. Я смотрю, что сделал оператор и что сделал режиссер монтажа. От режиссера очень много зависит. Потому что тут чудеса могут быть, да, от звука, который там подложили, да. Потому что в кадре человек разговаривает, а за кадром люди песни поют, да, и совершенно все поменялось. Или оператор подчеркнул, там, закончился монолог, он показал окно, вот он точку поставил, да. Поэтому вот мне интересно то, что делают коллеги, а то, что делаю я, я как бы так знаю. С Мишей вообще очень интересно работать, потому что вот даже иногда думаешь, вот позавчера мы снимались с ним, да, на улице, уже морозно, так, Миша в капюшоне такой, все, я-то в перчатках, в шапке, камеру приготовил. Я говорю, Миша готов? Он готов, снимает капюшон и пошел, как будто бы он идет по летнему, не знаю, там, городу, такой довольный, улыбающийся, а видно, что прям вот человек мерзнет. Но идет, изображает вид, что ему комфортно. Да, это вообще отдельная история про холод и съемки, потому что по правилам-то стендап, он всегда без шапки пишется. И неважно, какая погода на улице, дождь ли, ветер ли, снег, все равно шапку для стендапа надо снимать. И это... Чтобы в кадре все казалось красиво. Ну, давайте все-таки расскажем про ваш дебют на телеканале. Да, мой дебют случился еще, будучи, когда я был студентом, на втором или третьем курсе, точно не помню. Михаил Анатольевич подходит... Поэтому Михаил Анатольевич, я просто преподаватель Андрея, да. Я поэтому все-таки имя, отчество. Подходит к нам с моим товарищем Дмитрием, который также был в моей группе, и говорит, нужно отыграть небольшие роли. Я вам за это поставлю зачет. Ну, нет, нет. Ну, примерно так. Ну, или что-то около того, да. Ну, или какую-то работу там зачтать. Вот. Нет, ну, такого студента грех было не снять. Фактура. Да. А потом Андрей учился на актерских делах. Нет. Нет, просто ходил на студвесну. Он отходил на студвесну. Ну, про студвесну мы тоже, да, еще поговорим. Вот. И надо было отыграть начало века. Сторож или дворник, который, по-моему, и сторож, и дворник был. У нас преступный там сюжет был, криминальный. Про тревожные ночи в Самаре, насколько я помню. Да. Вот. И что я? Играл этого охранника. Мне дали какую-то кепку, которая была плюс-минус похожа. По-моему, даже... Мне очень нравится этот сюжет. Вот он у меня есть в архиве. Я его иногда даже пересматриваю и показываю, когда меня приглашают на встречи. Потому что там несколько действующих лиц. Там ведущий, он как бы в одной реальности живет. А вот этот вот сторож, дворник, он ходит и сторожит. Он как бы другая реальность. Да. И там режиссер монтажа сделал классную штуку. Когда две реальности совмещаются. Там светом немножко высвечивается, как бы, герой. И ведущий находится сейчас и здесь. А герои, вот они там. Это вот то, что чудеса, которые может делать режиссер монтажа, конечно, и телевидение. Мы, когда новости ведем в студии, мы читаем по суфлеру. Текст. Ну, там, правда, очень много текста. Но вы работаете без суфлера. Как вот удается запоминать такое количество текста? Может быть, он рождается экспромтом во время передачи? И помогает ли в этом преподавание все-таки лекции читать? Тоже большой труд. Долгое время нужно текст, притом подготовленный. И вот как это вот помогает или нет? Ну, тут есть несколько, конечно, моментов. Ну, во-первых, преподавательская работа и умение запоминать тексты, и умение импровизировать. Потому что когда ты идешь на полтора часа на лекцию, ты как бы должен это уметь. Во-вторых, я давно уже говорил, работаю в музее. Я вожу много экскурсий. Это тоже как бы умение держать в голове. Ну, а потом на телевидении я уже выработал такую, как бы, возможность запоминания и экстренного забывания. Да, поэтому вот как-то в движении ты запоминаешь, да, причем иногда запоминаешь тексты, которые, слова, которые невозможно вообще выговорить. Ты их говоришь, и ты их мгновенно забываешь. Телевидение научило очень многому. Телевидение научило и вот тексты запоминать, произносить. Телевидение научило меня вот общаться, так сказать. Ну, известно, что люди боятся камеры, и там какое-то время я ее тоже боялся. Но оператор, с которым мы начали работать, операторы, с которыми мы работали, сказали, что-то это железка, ты вот на меня смотри, да, вот ты меня почувствуй. В этом смысле мне было очень важно, скажем, узнать, вот операторы, с которыми я работал, чем они увлекаются. Есть у них там жена, да, как ее зовут, да, что оператор делает после работы. Вот как раз, чтобы не камера на меня смотрела, а человек, и вот это вот понимание. Вот это вот научило телевидение. Телевидение научило тому, что мы делаем, нас много, мы разные, мы делаем одно общее дело. Мы пишем такую летопись Самары, да. Вот, по крайней мере, 15 лет самарской истории зрители, там, историки, которые через 100 лет будут думать, чем жила Самара, они будут вот по деятельности телеканала Самарагис понимать, да, мы как бы сегодняшнему дню, мы в сегодняшнем дне работаем, но в то же время от того, насколько мы точно попадаем вот в интонацию сегодняшнего дня, вот по тому, что на телеканале Самарагис будут понимать, чем жил город. Мне это очень важно. Ну, чем живет город, мы понимаем через взгляд операторов, в первую очередь. И все-таки вот здесь, не хотелось бы уходить далеко от студенческой темы, в начале программы я сказал, что Николай знает практически всех в городе, ну, правда, действительно, куда бы мы ни едем, Николай везде знакомый. Откуда пошло это, откуда взялось, откуда такое количество знакомых? И я так понимаю, в этом поспособствовала российская студенческая весна, которая проходила, вот в этом году отмечали юбилей. Ну, ну, скажем, да, благодаря студенческой, в принципе, в студовесне образовались какие-то связи, да, то есть я очень долгое время был в Стэме, который базировался в педагогическом университете, вот, назывался он сначала «За дружба», потом «Команда за». Вот, и так как мы были при Педе, мы как бы участвовали во всех мероприятиях, которые проводил университет, во всех концертах, которые проводила там Федерация молодежи и тому подобное. Вот, а когда появилась студенческая всероссийская, да, мы там поучаствовали, а потом пришлось ей даже и поработать на ней, там, в качестве организатора, ведущего отдельной площадки. И поэтому люди, которые мои ровесники, они сейчас, ну, кто-то поднялся по другим служебным лестницам выше, но мы постоянно пересекаемся, видим друг друга, знаем друг друга и всегда очень рады друг друга видеть. Вот, поэтому так вот как-то, поэтому мы очень многих людей, я знаю лично, да. Вот эта творческая сторона жизни, помогла ли она как-то вот в профессии? Что вот какой-то необычный взгляд, какие-то вот необычные кадры, может быть, рождаются. Вот есть ли вообще в профессии оператора творчество? Конечно, конечно. Просто, ну, это же правда, это же известное выражение такое, что люди видят мир, если смотрят телевидер, да, они смотрят через взгляд оператора. И то, что режиссер увидел, а может быть, даже не заметил оператора в своих съемках. Поэтому, да, мы как-то по-другому немножко смотрим на мир. А мне, благодаря тому, что я участвовал во всяких концертах, то есть студенческих номерах, я могу оценивать ситуацию со стороны и актера, и со стороны, скажем, оператора, который смотрит на меня. То есть как ты должен стоять, как ты должен передвигаться там по сцене и тому подобное. Но это все уже, как говорится, это если снимать концерты. Если ты снимаешь обычную, не знаю, программу вот с Михаилом, к примеру, вот, обращаешь внимание на различные детали, то есть что там Миша хочет сказать. Он говорит, к примеру, фразу, вот он сейчас сказал, что он запоминает тексты. Иногда это бывает очень смешно, потому что он изменяет текст во время того, как он говорит... Там третьего, там четвертого дубля. Нет, четвертого дубля не бывает. Обычно два-три, не больше. Вот, и ты понимаешь, что он сказал какую-то смешную вещь, и говоришь, надо переписать, потому что, ну, не звучит. Он, хорошо, переписываем. Вот, переделываем. Как-то раз мы с тобой снимали на Лысой горе, кажется, да? Был такой, да. Да. Вот. Вот там было творчество, ну, просто хоть отбавляй. Вот, во-первых, высокая точка. Там река, Волга протекает. Миша рассказывает какую-то замечательную историю про казаков. Вот, что-то, про Ермака. А Волга заставляет говорить свое. Да. И как-то вот, и ты отвлекаешься на эти красоты, на эти цветочки, там какие-то пчелки полетели. И отвлекаешься от Миши совершенно. Миша говорит, типа, там, давай уже, у нас времени, что-то увлекся. Я сейчас, я сейчас, я поснимаю, поснимаю, поснимаю. Вот. И потом Олег Паламеев все это монтировал, делал, типа, там, хорошо получилось. То есть все довольны. Ну, знаете, я еще должен подчеркнуть, что оператор вот в этой программе конкретно, это, конечно, не только оператор, это еще и режиссер. Да, потому что мы ездим на съемки вдвоем. И то, что там где-то на каких-то каналах, наверное, там, федеральных, может, не только федеральных, делает режиссер, здесь делает оператор, да, он не только должен увидеть, он должен придумать, да. И вот этот вот диалог, вот этот вот, это очень важно, да. Вот это взаимное придумывание, я думаю, что это тоже опыт студвесны в том числе. Ну, в принципе, да, наверное. Ну, не знаю, сценическая деятельность, она другая. Ты, вот как Миша, получается, выступаешь в роли актера. Вот. Я уже говорю с другой стороны, поэтому здесь коллективное творчество, и здесь нужно не ошибиться. А так как на съемке мы, вот Миша сказал, выезжаем вдвоем, то есть оператор должен отработать, получается, за несколько камер. То есть ты выезжаешь не с одной, не с двумя камерами, там, с тремя камерами, а с одной. И тебе нужно набрать какое-то количество планов, чтобы это смотрелось и монтажно, и чтобы режиссеру было удобно это смонтировать, и все это красиво сделать и преподнести, чтобы зритель был доволен. Ну, зритель доволен, судя по тому, что программа продолжается, она действительно интересна, потому что вот в моем окружении, что там родственники, что друзья родственников, все говорят, когда там город, история, события, когда вот посмотреть, Михаил так увлекательно рассказывает, правда, это вот без вранья, действительно, такие отзывы от людей получаем. Вот, ну и... Да, мы это знаем, потому что вот тоже мы с Мишей снимали в августе месяц программу, заходим в один из двориков, он нам приглянулся, вот, и там ребята сидят, просто сидят, ну, там у них дворик, это их дворик. Они такие, Миша, увидели, ой, а можно у вас взять автограф? Вы же Михаил Перепелкин. Он, я такой думаю, ну, значит, народ смотрит, значит, народ видит. А для меня вообще, в принципе, сам Аргиз, это ассоциация, первая ассоциация моя, которая вот появилась вообще в моей жизни, это Михаил Перепелкин, потому что это голос, это человек, который... Может, я про другое скажу? А я хочу, а я это хочу сказать. Вот, мне очень важно просто сказать о том, что вот 15 лет у нас каналу, да, и я вспоминаю себя в 15 лет, да, и я вот думаю, что произошло вот в мои 15 лет. Ну, как-то я впервые осознал себя взрослым, что я несу какую-то ответственность, что я должен совершать выбор. И вот сегодня, когда мы, нам повезло присутствовать на этом празднике 15-летия канала, вот мне кажется, что он сегодня перестает быть ребенком, мы застали вот его вчерашнее детство, и он становится взрослым, этот канал. И мне очень хочется, чтобы он вот в это взросление вступил, вот почувствовав это, осознав это, да. Например, у меня есть мечта, чтобы вот на этом канале мы начали снимать серьезные телевизионные фильмы. Я пришел на ГИС, да, и раньше-то я был чисто оператором, который снимал новости, да. А здесь мне пришлось окунуться и познавать новую абсолютно реалию, что оператор должен быть не только новостейщиком, а он должен быть еще и художественным, скажем, оператором, то есть должен снимать художественные программы, программы там еще разные абсолютно, вот, с разными смыслами, и снимать ролики, снимать спортивные программы. И здесь, конечно, начинались, сначала были какие-то такие неудобства для меня, а потом, ну, как-то маленечко стал вникать, вник, вот. Ничего, работаем. Нет, ну и отлично получается, надо заметить. Вот, ну, вообще, да, работа на телевидении, она такая. Вот, когда готовились к Чемпионату мира по футболу, вот я помню, утром ты на этой стройке стадиона месишь грязь, а вечером концерт симфонического оркестра, и ты вот в этой же обуви, в которой месил грязь, попадаешь на концерт, где играют там скрипки, арфы, и все так возвышенно, воздушно, а ты вот буквально вот полчаса... А тебе кто-нибудь со стороны говорит там, типа там, что, не могли нормально одеться в филармонию? Да-да-да. Ну вот, такие истории бывают. Ну, про возрастление, если говорить, то да, вот я тоже недавно пересматривал один из своих первых сюжетов, и это большая разница. Вот, буквально-то прошло-то вроде недолго, 6 лет, и особо-то сильно ничего не поменялось. Но смотришь там прям юнец, такой вот голосок, на обочине где-то стоит, разговаривает, и потом уже все равно в эфире, уже в костюме совершенно другой человек. А за кадром какой, Андрей? Ой, Михаил. Как-то раз мы с ним тоже поехали на съемку, ждали очень, ну, недолго, но ждали прибытия наших спикеров. Ледок такой небольшой, детская площадка, и Андрей прям как заскользил по этому льду, такой довольный, счастливый, такой безмятежный, какой-то фуэте прокрутил, такой симпатичный. Я это все снял, потому что, ну, нельзя это было не снять. Это красиво, это же настроение, это же просто дает какую-то такую небольшую отдушину, ну, в рутинной работе достаточно. А ты просто шутишь, и как-то у тебя настроение повышается, и день так проходит более-менее легко. Знаете, о чем я еще хотел бы сказать? Когда мы ездили на первой съемке, там, ну, может, год снимали, даже два, когда нас видели где-нибудь во дворах, к нам подходили с вопросом, вы с КАТ, а где-то там, или вы с ГТРК, да? Где-то через года два я стал уверенно услышать, а, вы ГИС, да? Вот мне кажется, что вот в этот момент что-то серьезное произошло, да? Город запомнил, что есть канал ГИС, да? И я боюсь, что теперь коллегам с других каналов вот говорят, а, вы ГИС, да, им придется, приходится оправдываться, что они нет. Да, есть такое. Я тоже стал замечать то, что уже ребята подходят, даже дети. И это говорит о чем? О том, что канал смотрибелен, о том, что людям нравятся программы, которые выходят на этом канале, ну, значит, правильно работаем и мы правильно делаем свое дело. Ну, отлично. Я думаю, что этот выпуск им тоже понравится. Немножечко приоткрыли, что у нас происходит за кадром. Еще раз хочется сказать спасибо нашим гостям. Михаил Перепелкин, Николай Епифанов. С вами был Андрей Горгуленко. Это была программа «За кадром». И мы в этом году отмечаем 15-летие нашего канала. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова